Познакомились они на танцах. Лучшего танцора среди студентов Томского технологического института трудно было найти. Он – высокий, величественный, красивый. Она – хрупкая, элегантная, юная. В тот вечер они не знали, что им предстоит прожить вместе огромную жизнь, полную тревог, исканий, радостей и потерь. В их жизни будут шипы и розы. Но в тот далекий вечер их первого знакомства они верили, что хорошего будет больше, что их ждут необыкновенные открытия, грандиозные дела. Он – будущий первый академик Казахстана, она – первая женщина-геолог. Каныш Садпаев и Таисия Кошкина. Томск, где учились Каныш Садпаев и Таисия Кошкина, в начале 20-х годов прошлого века называли сибирскими афинами. Здесь располагались единственный в Сибири университет и технологический институт. Каныш ушел уже 22-й год, когда он поступил на геологическое отделение горного факультета. Путь к заветной мечте для паренька из Баянаульского аула Павлодарского уезда был долгим и трудным. Он получил начальное образование в аульной школе, затем окончил два класса Павлодарского училища. Позволить ему учиться дальше в гимназии из-за ограниченности средств семья не могла. И все же отец Имантай уступил настойчивости младшего сына, помня заветок Сакалов, дедов Каныша. Каныш Имантай родился на рубеже веков прямо в 1899 году. И когда ему было 2,5 годика, его родной дед Садпай и родной дед, и по матери дед, Асакал Иса из рода Шармановых, они отправились в хадж, с которого уже не вернулись. И они, уходя в хадж, они дали бата своему младшему внуку, а это был Каныш. Они желали сыну быть таким же знающим, как Чохан, умным казахом, и чтобы ты приносил пользу своему народу. Это имеет огромное значение, я думаю, вообще на всю биографию Каныша Имантайча. По настоянию двоюродного брата Абикея Зейновича Садпаева, Каныш поехал учиться в Семипалатинск, в учительскую гимназию. Здесь он впервые увидел Таисию, которая работала лаборанткой. Но это была лишь мимолетная встреча. Тася была из тех девушек, которые серьезно строят свои планы. Она с юных лет готовилась стать геологом. О ее семье известно мало. Сохранились лишь две фотографии из семейного архива. На одной из них Таисия – студентка училища, на другой – в кругу семьи. Какое ее происхождение, вот только можно узнать из такой метрической книги, выписанной из метрической книги, которую она, вероятно, предоставляла в институт. Здесь написано звание, имя, отчество, фамилия родителей и какое вероисповедание. Она написала, что купеческий сын, ее отец Алексей Федорович Кошкин и законная жена его, Фелицата Васильевна, оба православные вероисповедания. Отец Каныша Имантай Садпаев был образованным человеком своего времени. Три года он учился в Медресе, в Омске, где освоил лозы персидского, арабского, чагатайского языков. Там же сдружился с Чоканом Валихановым. Имантай Садпаев был одним из собирателей казахского фольклора, знатоком истории родного Баянаульского края. Эту тягу к знаниям он передал своим детям. Мать Каныша, Алима, умерла, когда мальчику было два года. Его воспитала старшая жена отца, Нурум. Мудрый Имантай видел, каким смышленным, любознательным растет его младший сын. Но как степняк он желал сыну вполне земного счастья и по традициям предков засватал ему девушку из соседнего аула. Канышу подобрали в невесте мою бабушку Шарипу. А отец у него с Магулом, с Сахалом с Магулом, у него все было обговорено, что вот дети воспитывались свободно, и жили, развивались, покуда, но они знали, что будущее как бы предопределено. В 20-м году они сыграли свадьбу по традициям ислама, то есть нике называется. Они с моей бабушкой женились. И на следующий год, в 21-м году, появилась моя мама и первенец их первенец, и первенец Ханыши Монтайча, Ханыша Канышина Садпаева. В 21 год Каныш Садпаев был избран народным судьей. Он много ездил по аулам, знакомился с нелегкой жизнью своих земляков. Однажды в Баянаул приехал на лечение профессор Томского технологического института Михаил Усов. Общение с ученым не прошло для Каныша даром. В нем проснулась неудержимая тяга к тайным науке и к познанию родной земли. Для Садпаева это был знак судьбы, счастливый шанс изменить свое будущее. Он просит коллегию губнар-суда освободить его от занимаемой должности и уезжает в Томск. В 1926 году Каныш Садпаев блестяще защитил дипломную работу и стал первым горным инженером-казахом. И еще одно важное событие произошло тем летом в его жизни. Он решает связать свою жизнь с Таисией Алексеевной Кошкиной. Это решение далось ему тяжело. В ауле отца его ждала Шерипа. Но чувства молодых людей взяли вверх. Мы не можем сказать точно, когда вспыхнуло это чувство. Но они переписывались. А переписка того времени – это вообще нечто удивительное. Это был особый жанр литературы, эпистолярный, как вы знаете. Дорогая Тася, я верю, что в вашем лице нахожу достойнейшего друга жизни и поэтому с полной радостью и удовлетворением смотрю на будущее. Я убежден, как раньше, так и теперь, что в основе действительно разумной любви должны лежать чувства взаимного уважения и симпатии, которые, в свою очередь, возникают на тождестве темпераментов, характера, интеллекта и нравственных идеалов. Я думаю, что выставленное мною единственное условие для вас особой трудности не представит. Итак, Тася, жеребий брошен. Рубикон перейден. Пусть это будет к счастью. Целую ваш Каныш. Дорогая Тусенька, он так начинал письма. Я казах по натуре, казах же по убеждениям. Дальнейшую жизнь свою мыслю только в Казахстане. Розовых иллюзий в отношении себя не ставлю, но также не отчаиваюсь от неизбежных трудностей. Благополучие свою мыслю не столько в материальном, заметьте, сколько в идейном отношении. Готов в случае нужды отказаться от жизненных «удобств» и «бродяжничать» по Казахстану. Романтически настроенная, впечатлительная девушка не возражала против работы на просторах его родной степи. Но прежде чем Каныш и Таисия стали жить вместе, они пережили несколько лет вынужденной разлуки. Таисия Алексеевна, кстати сказать, она после окончания Томского технологического института вернулась в Семипалатинск. Там уже на родину к себе Зеляновская рядом, нынче это вообще восточно-казахстанская область. Она там работала в Семипалатинско-учительской семинарии, где как раз в свое время учился Каныш. А позже ее перевели в новую столицу Казахстана, в Казыларду. Пригласили работать. Она там в Казца-бнархозе, в Центральном совете работала, как специалист-геолог. И вот они переписывались с Канышем. Сохранилось свыше 50 писем Каныша и Монтаевича к Таисии. Ее же письма долгое время считались утерянными. Лишь спустя годы эти свидетельства большой любви, бережно хранимые семьей академика Сатбаева, были переданы в архив Института геологических наук. Когда перешли сюда, в архив, они были завернуты вот в тех времен шелковом платочке. Я, которую, естественно, выстирала. Вы представляете, эти письма с 1925 года. Эти письма невероятно сохранял Канышем Монтаевич. И когда они уже стали жить вместе, он их вернул еле. Конечно, это великое дело в те времена, когда наши предки и мы еще переписывали, что можно увидеть почерк, можно прочитать не СМС-ку, а вот это письмо. Дорогой Саулемчик, получили ваше письмо, в котором вы пишете, что не получаете долго моих писем. Я очень аккуратно отвечаю на ваши письма. Следовательно, чистота моих писем зависит от ваших. Бесконечно рада вашему сообщению о возможной поездке на Турлан. Боюсь, что вы не остановитесь в Казаларде. Саулемчик, приезжайте скорее, я ей-богу умру от тоски. Если поедете в Турлан, обязательно дня три побудьте в Казаларде. Я вас все равно не отпущу. Не очень сердитесь на меня за мои слезливые письма. Когда мы будем жить вместе, я никогда не буду плакать. И единожды получилось так, что он не смог прийти, когда она назначила его на свидание, а жила она с сестрой. Таисия Алексеевна уехала. Уехала, и это было такое событие, которое и она воспринимала как конец их взаимоотношений. И, конечно, Мандайч, есть пару писем, случайно оказались и у нас, где он пишет, что он не ожидал, он не предполагал, что такие пустячные вопросы могут решить такой вопрос. Даже письмо, он обращается к ней, как мой потерянный ангел. Не скрой, у меня сейчас отчаянное настроение. Ужасно сознавать, что крылья подрезаны, начисто, что вы ушли, что все это невозвратно. Я и сейчас не могу знать, какие причины побудили вас так внезапно и жестоко порвать с прошлым. Чужая душа потемки, а славянская душа – темный лес, как где-то писал Тургенев. Только для меня теперь более важная сторона славянской души – именно ее склонность к неутомимой смене, перемене мрачных предчувствий. Во всяком случае, вы дали мне блестящий урок в этом смысле. Известный вам Каныш Сапаев. Но это в любви всегда так бывает, тем более в такой глубокой любви. И переписка возобновилась, все они поняли. И пока Таисия Алексеевна, второй, как я по письмам понимаю, такой был момент, она не определится, жена, не жена, подруга, не подруга, ездит в Москву, возвращается к себе и единожды написала, что все-таки она хочет знать, когда и что это решится. вот, потому что она планирует, не так представляла жизнь с ним. Известное письмо, знаменитое, где он пишет, что если он не предполагал, что она такая фантазий ставит, что он ничего ей легкого не обещал, он честно говорил, что идет трудная, долгая, совместная жизнь. После окончания института Садпаева направили в Адбасар-Цветмет. Руководство Треста сразу же назначило молодого инженера начальником геологического отдела. Ему была вверена вся разведывательная служба на огромной территории. Почетная, но трудная миссия для молодого человека 27 лет. Первые три года в летнее время он работал в Красакпае, рабочем поселке недалеко от рудника Жесказган, а зимой обрабатывал свои материалы в Москве. А с 1928 года он поселяется в Красакпае на постоянное место жительства и работы. Рядом с ним Таисия. Вспоминается, как мне не хотелось ехать в Жесказган. Пугало все. И тяжелый климат полупустыни, и отдаленность, и оторванность от научных центров. Но всякие волнения оставались волнениями. Ехать было необходимо. Ближайшая станция Джусалы находилась в 400 километрах от поселка Корсакпай. Добраться до места назначения можно было или на верблюдах, или на попутной грузовой машине. А самое главное неожиданная радость. Нам дали не комнату в бараке, на что мы рассчитывали в лучшем случае, а целую квартиру в две комнаты с кухней. Это небольшой дом Камышитовый. Там полдома три комнатки занимала как раз семья Садпаева. Таиса Алексеевна, дети, мама Таиси Алексеевны, ее сестра, тетя Муся, приехала. И половину дома геологическая контора, три комнаты. Были большие веранды, фотографии сохранились, на которых летом можно было посидеть, как Каныша Монтайч, любимое слово было, посумерничать. Для Каныша Садпаева Жисказган был неподнятый целиной. Он сразу же принялся за организацию геологической службы. Началась кипучая работа по разведке недр Меднорудного края. За короткое время Садпаев понял, что здесь находится огромное месторождение полезных ископаемых. Он смело выдвинул Жисказган как одну из богатейших провинций меди в мире. Многие маститые геологи считали его планы фантазией, а само месторождение бесперспективным. Таисий Алексеев в воспоминаниях пишет, он даже был неистов в работе. Вы поняли, кому? Ему надо было доказать, что это Жисказганское месторождение одно из самых уникальнейших в мире. А он пехом мог проходить, она пишет, 12-15 километров, 30 в день, иногда почти без питания, немного воды, зато вечером обязательно. Казанчик надо поставить, он, кто с ним рядом, геологи, сурьет, это копченое мясо, сварить, сурпа будет тебе, обязательно крепкий чай он любил. Ну, конечно, все с песнями, с воспоминаниями, он любил рассказывать какие-то истории. 16 сентября 1928 года была зажжена отражательная печь, а через месяц получена первая Корсакпайская медь. Сатпаева назначают начальником Жисказганской геолого-разведочной конторы. Он понимал, что чтобы освоить огромные богатства этого края, надо строить еще один крупный завод. Но средства на разведку урезались каждый год. Много сил и времени уходило на переписку с главцветметом и поездки в Москву. И все же, несмотря на неприятности и потрясения, он твердо верил, что скоро в стране появится еще один гигант цветной металлургии, большой Жисказган. Как раз в это время мы с Канышем и Монтаевичем только что потеряли нашего первенца из-за неопознанной дифтерии. Сама я страдала цингой. И, надо сказать, мое мужество поколебалось. Жить в этой оторванности хотя бы от хорошей медицинской помощи в этом климате, без овощей, которые иногда даже снились во сне, казалось невозможным. Но тяжело было всем. В 30-е годы голод Канышем Монтаевич отсутствовал несколько дней и привез ребятишек с Баянаула с родины. Старшую дочь Ханису, племянника, племянницу. И когда приехали эти ребятишки, Таисия Алексеевна очень растерялась, она села и не знала, что делать. Канышем Монтаевич тоже сидел, опустил голову, обхватив руками. Детишки были голодные, грязные, худые, А бабушка Фелитита услышала, проснулась, услышала этот разговор и говорит, хватит, дочка, горевать. Ты знала, за кого выходишь замуж. Выходишь за казаха, значит, у тебя родственников целый аул. Давай будем мыть, кормить ребятишек. Они ни в чем не виноваты. И Таисия Алексеевна со своей доброй душой, добрым сердцем, она одинаково воспитывала и своих детей, и Канышем Монтаевича, дочери. 1934 год стал переломным в судьбе Каныша и Таисии Сатпаевых. В этот год Академия наук СССР организовала сессию в Москве по Большому Алтаю и Большому Жасказгану. На трибуне сессии Сатпаев выступил блестяще. Среди выступающих с докладом была и Таисия Алексеевна, его верный друг и соратник в борьбе за Большой Жасказган. Особая заслуга Таисии Алексеевны открытие в Жасказгане редкого металла рения. Его применяют для изготовления деталей электронных приборов, а также для защиты других металлов от коррозии. За это открытие она будет удостоена диплома и медали Министерства геологии СССР первооткрыватель месторождения рения в Жасказгане. Это были свободные люди по натуре, по духу. Конечно, глаз КГБ по тем временам был и там. На Каныши Монтайча, вы знаете, писали доносы о том, что он саботажем занимается, сознательно завышает запасы Жасказгана. Даже москвичи писали. Ему пришло, доходило отписываться, доходило до Каскрайкома партии. А там был в то время первым секретарем Мирзаян Леон Исаевич. И он сказал, ну что же я его знаю? Он сюда приезжал в Казаларду, в Алмату. Это у него вся работа, какой же он шпион? Это дело закрыли. Понимаешь? То есть, Бог спасал. Хотя у Каныши Монтайча, как вы знаете, родного старшего брата, Бокеши Монтайча, Садпаева, двух двоюродных братьев, это музыковеда Абдукарима Жаминовича Садпаева и Абекей Зиновича Садпаева, который был его педагогом еще в Семипалатинске и в Павлодаре, их всех в 37-м году обвинили в шпионаже, репрессировали, сначала посадили, а потом расстреляли в том же 37-м году. То есть, Каныши Монтайч фактически был не братом врагов народа. В 1937 году учтенные запасы Жасказганской меди и их народно-хозяйственное значение, доказанное Садпаеву, выдержали все проверки. Проблемы Жасказгана были включены в план работы отрасли, а в 1938 году было принято решение правительства о проектировании и подготовке к строительству Жасказганского комбината. К тому моменту Жасказган по общим запасам меди не имел себе равных не только в стране, но и во всем мире. Это была победа Садпаева и всех его единомышленников. Каныши Монтаевичу предложили возглавить казахский филиал Академии наук. Пришла пора прощаться с Жасказганом. Эти 12 лет, проведенные в суровом краю, который стал для Таисии и Каныша родным, они назовут самым прекрасным, плодотворным периодом своей жизни, временем рос, временем молодости, увлеченности и открытий. Начало войны совпало с переводом Садпаева в Алма-Ату. Летом 1942 года он был назначен директором Института геологических наук, а вскоре стал президентом Президиума казахского филиала Академии наук СССР. При Совнаркоме Республики был создан Геологический совет под председательством Каныша Садпаева. Его задачей стала мобилизация усилий геологов для выявления мощных ресурсов, необходимых для обороны страны. В те дни Садпаев работал по 15 часов в сутки. С работы отлучался лишь в городской парк, где наравне со всеми проходил занятие военного всеобучия. Кстати сказать, что Иссене Алексеевны он расписался только когда уже в Алма-Ату переехал. Надо было квартиру это оформлять, где он живет, прописку, и надо было в институте работаю. А там, где она в Корсакпай работала, она была Кошкина, инженер, геолог, значит, Таисия Алексеевна Кошкина, и даже им в голову не проходило. Вот жили и работали. За годы войны геологический совет организовал 350 экспедиций. Были открыты крупные месторождения железа, бокситов, азбеста, цветных и редких металлов. Благодаря Сатпаеву в рекордно короткие сроки была налажена добыча стратегического сырья Жиздинского марганца. К делам казахского филиала Каныш Сатпаев умело и тактично привлек крупных ученых, эвакуированных в годы войны в Алма-Ату. Они помогли воспитать кадры филиала, подготовить специалистов во всех областях науки. В 1946 году правительство страны вынесло решение об образовании Академии наук Казахской ССР. Каныш Сатпаев стал первым казахским академиком и был признан выдающимся ученым мировой науки. Ему было всего 47 лет. Каныш Сатпаев был каким мудром человеком. Моя мама замуж вышла и она своего хадикей моего отца маму позвал в 1946 году и говорит надо маму перевозить в Алма-Ату. Там Шамшия, там Зинат дочка Бокеша Монтайча. Там Шамшия школу кончает. Надо перевозить в Алма-Ату. И так и получилось. К тому времени у Таисии и Каныша Сатпаевых подрастали Меис, Майраша и Шамшия Бану. Самая старшая Ханеса с 6 лет воспитывалась вместе с ними и считала, что у нее две родные матери Шерипа и Таисия. Сын Майлыбай от первого брака умер в 1940 году в возрасте 14 лет. Каныша Монтаевич обожал своих дочерей. С Шерипой он сохранил добрые теплые отношения до конца своих дней. В любых жизненных ситуациях он поступал так, как подсказывала его совесть. Во благо детей ради своей большой семьи. первый казах лавриат Сталинской государственной премии, первый лавриат Ленинской премии. Его обсуждать может к тому дому обсуждал, вот его двоеженец, там у него первая жена, тут это, а он это внутри не понимал. Ему не то, что плевать было, он где-то возможно переживал, но иначе понимал, он нельзя. Как это вот две старшие его дочери без матери родной будут тут жить, а две эти дочери вот Таисия Алексеевна, она это понимала, Таисия Алексеевна, моя бабушка понимала, вы понимаете, они вот так без общения, что Каныши Монтайча не знаешь, он таков, каков есть, понимаете, это в духе того, что он живет. Мудрость, я говорю, двух этих женщин в том, что они в общем-то восприняли друг друга очень хорошо, здесь не было никаких конфликтов, скандалов и так далее, то есть моя бабушка всегда понимала, что в принципе наверное это было бы и правильно в жизни, раскрылся с большей силой именно как специалист, конечно, наверное, надо было бы, чтобы около него рядом была женщина, соратник, человек, с которым он мог бы в общем-то обсуждать те вопросы, которые у них возникали, потому что я говорю, что Таисия Алексеевна, она была очень сильной минералой, они работали и жили вместе и переживали все трудности, которые были в Жизказгане. Авторитет и слава Сатпаева росли с каждым днем, но нашлись противники и завистники громкой славы академика. Все началось с газетной статьи, после выхода которой казахстанские историки попали в разряд националистов. Канышу Сатпаеву было указано на серьезные упущения в подборе научных кадров. 23 ноября 1951 года на закрытом заседании Бюро ЦК Компартии Казахстана он был освобожден от поста президента Академии. Так нелепо и несправедливо завершился десятилетний этап его деятельности как организатора науки в Казахстане. Это засорение аппарата и кадров Академии наук Казахской ССР безродными космополитами и буржуазными националистами. Вот статьи, по которым ему влепили строгие выговоры, занесение в личную карточку. То есть почти исключение было. Каныши Монтаевич к тому времени был серьезно болен. Неприятности обострили гипертоническую болезнь. Садпаеву уезжают в Москву. Оттуда в Кисловодск на короткий отдых. Чудесный климат курорта позволил отрешиться от пережитого. В Москву Каныши Монтаевич возвратился готовым с новой силой сражаться за справедливость. Он пишет письма Сталину и другим крупным деятелям партии. Удивительно, но письмо дошло до Кремля. И Сталин выдал резолюцию. Садпаеву верить. От партии не отдалять. Она вспоминает, например, в Москве они жили, когда тяжелые времена были. Каныши Монтаевич пришел и говорит, вот меня в то время, в 51-м году президентом Академии наук был химик по профессии Несмеянов. Он приглашает меня, говорит, на работу в Центральный совет Координационный Президиум Академии наук Советского Союза, поскольку он освобожден уже в Казахстане от работы, председателем Уральского отделения наук, где Свердловский, что ли, хотели открыть. Ну вот как ты думаешь по этому, что будет? Она на него посмотрела и говорит, а как же ты без Казахстана? Я же тебя знаю, все равно, все равно, ты без Казахстана не проживешь. Каныши Монтаевич вернулся в Алмату. Его назначили на пост директора Института геологических наук. С 1955 года он снова возглавил Академию наук Казахской ССР. Все свои знания геолога, всю энергию он направил на создание металлогенических прогнозных карт. Еще одно его детище этих лет канал Иртыш-Караганда. Грандиозный проект 20 века. Его работоспособность, многогранность таланта восхищала многих. О человечности и доброте Сатпаева еще при его жизни рассказывали удивительные истории. Приходит какая ему прямо в президиум академии бабушка в кабинет просится ей вот надо корову купить. Понимаете, он выписывает, не читает, а вспоминает. К нему постоянно записки приходили. Какой-то вот Ахсахал пришел, хочу на родину ездить. Понимаешь, внуки не могут помочь. Он ему писал, управил делами академии, не читает, а записки. Прошу в счет мои зарплаты выдать такому-то. Тот выдавал. Иной раз, говорит, зарплату получать не всегда хватало. Всегда я помню, мама всегда говорила, но это уже идет про Аташку, он всегда говорил ей, если к тебе приезжает кто-то из аула, ты должна обязательно ему помочь. Они приезжают не просто так, они приезжают сюда, потому что у них есть какие-то проблемы. Если ты можешь помочь, помоги, но не нарушая законов. В начале 60-х годов здоровье академика Садпаева резко ухудшилось. Онкологи поставили неутешительный диагноз. Почти два года шла борьба за его жизнь. Предлагались разные методы лечения, редкие лекарства, лучшие клиники, но ехать лечиться за рубеж Садпаев категорически отказался. Потому что он не мог этого позволить, заявив, что мой народ, который больной такой же, как я, он не только за границу, он не может даже в Алма-Ату приехать, а я, пользуясь своим положением, должен поехать за рубеж, вылечиться, и как я вернусь в свою страну и буду смотреть в глаза своему народу. О последних днях жизни Каныши Монтаевича мы знаем благодаря записям Таисии Садпаевой. Она писала обо всем, что происходило с ним в эти трагические дни. Его заботы, его последние разговоры, общение с коллегами. Она знала, как драгоценный каждый день, час, минута жизни этого великого человека. И вот последняя ее запись 30-го, допустим, января, сегодня ему лучше. Он немного там выпил воды или несколько ложек киселя. А потом пишет, а потом пишет, что сейчас он в вагоне 31-го, и приходя в сознание в 5 часов дня он скончался. В том же году осенью неожиданно ушла из жизни дочь Садпаевых Майораша. Беда одна не ходит. Едва оправившись после пережитых потрясений, Таисия Алексеевна взялась за подготовку к изданию трудов Садпаева. Она стала единственной хранительницей и редактором огромного архива академика, инициатором создания пятитомника его работ, библиографии, воспоминаний современников о нем, создания музея в Карсакпайе и Баянауле. Она написала сотни писем известным ученым, скульпторам, писателям с просьбой увековечить образ первого казахского академика. В годы, когда память о Каныши-Садпаеве в республике предавалась забвению, Таисия Алексеевна, уже будучи тяжело больной, упорно писала книгу воспоминаний. Она надеялась, что когда-нибудь ее опубликуют. 6 апреля 1976 года ее сердце не выдержало. Но труды ее не пропали даром. Сегодня Каныш-Садпаев признан во всем мире выдающимся ученым XX века. Есть роскошная фраза, что Аллах дал Казахстану такие несметные богатства, и тут же, чтобы они не лежали, он послал Казахстану великого Садпаева, которые эти богатства. Я бы еще добавила, это уже я, Аканышу Монтайчу, Аллах послал Таисию Алексеевну. И поэтому это только огромная любовь, которая определена им сверху привела к тому, что они славно прошли этот трудный путь геолога. Я хочу, чтобы мы всегда помнили Каныша и Монтайевича Садпаева, ведь он воял нашу страну, он и подобные ему сделали ее сильной, независимой, могучей. Он до фанатизма любил свою родину Казахстан. В науке он видел путь подъема своего народа к вершинам цивилизации. Казахстан